привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить краю эфир в последней серии мы пробрались на крышу вот этого дома там повстречали свою подружку софи которая покончила к сожалению спряталась крыш после чего мы дрались непонятным существом названием каркас теперь нам похоже нужно идти обратно потому что там на верху уже просто ничего нет надеюсь хоть выберемся без приключений вот только хотел в прошлой серии поругать игру за то что столько непонятных вещей вот мне пришлось весь парк перерыть пока я нашел ключ от этого дома это было не очень круто не очень интересно но потом произошел вот такой настолько крутой сюжетный атмосферный момент что все уже никаких претензий да нам похоже надо назад просто идти в претензии все сразу исчезают так что там лежит похоже никого по идее их тут уже сколько раз убивался их поэтому не должно быть но мало ли так будет спокойно софи 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 саймон поставь меня в я люблю я люблю тебя софи я сказал оставь меня пожалуйста ну поняли четвертое убитый горем можно по другому привести но у меня охота так так мы взяли ключ карту понятно я даже знаю куда мне ее применить это прекрасно по моему наконец то у нас опять ясность куда идти так сейчас сохранимся подожди а вот она так хорошо фонарик можно убрать но это явно не от этой двери потому что она как то просто написано закрыто а там у нас была дверь которая закрыта чисто на ключ карту так что туда нам и дорога короче говоря туда нам и дорога прекрасно так хорошо лично лифт застрял я не могу его использовать дверь не открывается стрончики кстати что у меня там со здоровьем то нечем пока подлечиться ничего не лежит то я запросто мог пропустить есть у меня такая привычка пропускать нужные вещи ну вроде нет лестница ну блин как я не люблю эту темноту попал попал куда-то так с этим все понятно тут короче много путей куда можно пойти давайте-ка мы посмотрим здесь дверь заклинило здесь тоже понятно мне просто для успокоения чтобы понять что сзади больше ничего нет я от этого уже отталкиваясь двигаться дальше так дверь заела блин без фонарика плохо так я не вздрогнул я не обычно с тут вообще не до вздрагивания было я просто так испугался офигеть Что ж ты орешь-то так? Что у тебя с лицом? Да не плачь, Саймон. Я знаю. Что поделаешь? Блин, здоровье вообще галяк полнейший. Давайте вот так возьму. Так, я думаю, мне будет спокойнее. Хотя надо вот так вот взять, а ружье просто в руках носить. Да не хныч, Саймон. Так. Вмажемся. Долбанный наркоман. Сохраним прогресс. Да погнали, что ли. Закрыто. Как правило, если написано закрыто, значит, туда можно будет вернуться. Да вы охренели, что ли. Еще стреляющий теперь будут. Так, ну вроде с этим получше прошло. Тихо, еще идет. Куда он сейчас? Я его испепелил на атомы. Ну ладно, в принципе, конечно, с ним воевать можно и ничего сложного. Но, блин, конечно, я не люблю перестрелки такие дубовые. Ну ладно, я смирюсь с этим. Ауди. Как это странно. Колечки. Напополам. Ну это специально, видимо, чтобы правообладатели в случае чего не... Не парили мозг. Готов. Как же я обожаю дробовики. Так, ладно. Возьму твои пульки. Пистолетик. И куда-то идем. Что-то блокирует дверь. Блин, у меня ощущение, что я никуда иду, куда-то. Ой, блядь. Добрый день, как говорится. Так, какой тут сейф был последний? Эм, 37. Офигеть. Ё-моё. Хорошо, но стрелять-то мы более-менее не умеем. Шиллипс. Эээ, паснаник. Хе-хе-хе-хе. Во, метро. Мы, наконец-то, добрались до метро. С экса на меню. Ладно, давайте осмотримся. Может, мне все-таки в эту сторону куда-то пойти? Эээ, букпейдж. Это где это? Надо смотреть. Нет, это не то. А, хрен, это, видимо, где-то вот тут, наверное, какие-то анлока был. Потом, если что-то будет, перестанет получаться, то мы, естественно, посмотрим, разберемся. А пока что, в принципе, нужды особой нет, так что зачем голову ломать? Давайте-ка мы в этот раз... Хотя я хочу отомстить этому утырку, он не охренел ли вообще? Блин, нет, я боюсь его. Боюсь до встречи. О, подожди. Обдохнем маленькой дороге. Не буду испытывать ваше терпение. Так, понятно, сюда мы похожи, пока не войдем. Мне нужно сюда вставить предохранитель, чтобы открыть дверь. И где мне его взять? Ну, понятно, где, то есть я знаю, куда идти уже. Это очевидно. К тому чувачку. Ну, что, тут есть. Давайте, как в том видео, да, где там бабка поднимается против эскалатора, такая. На месте бутсует полчаса. Прикольное видео. Ну, ладно. Не будем парить мозг. Все же мне интересно. Мне нужно убегать в последний раз, потому что, встретив такого хрена, мы от него... Убегали. Чуть криво как-то. Оп, пардон. Три патрона просрал на него, а? Бесполезно, ни разу не попал. Что-то я только что начал радовать, что у меня опять... Ну, я чувствительность маленько подстроил под себя, а то вообще косил в последних сей их. И как-то во время... снять авиацплея не до этого. Так, подожди. Я рану ломанулся. Может, сразу мне побежать. Ох, да скотина, ну шо ж такое. Ой, блин, я боюсь. Вот натурально я вообще ничего особо не пугаюсь, но его, блин, это просто кошмар какой-то. Так, куда меня ведет опять? Я ничего не жму, смотрите. Успокойся ты уже. Все. Каждый раз, когда загрузишься, почему-то вот такие вот бока начинаются. Это же странно, по-моему. Да твою мать! Опять все, не слава богу. Четыре патрона выкинем. Возьмем новую обувь. Хоть с патронами теперь нет проблем. Блин, а с одного выстрела убивает? Это же охренеть. Ой, выстрел убивает. Ой, беги, 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 братюнь. Он идет? Или он не идет? Дверь закрыта. Шикарно. Так, тут заколочено, да? Она вообще не поддается. Фух, у меня ж... Я ж живот поджал. Ну, хотя у меня живота нет. Не подумайте, что у меня пузо. Супер. А, то есть он, наверное, за мной должен был гнаться? Но не погнался. Пожалел меня. И я от него, видимо, так отгородился бы. Хорошо, и что мы тут имеем? А, подожди. Я, по-моему, понял. То есть нам, скорее всего, нужно его сюда заманить. Или, может, вот так? Открыть? Или нет? Хрен поймешь. Сейчас опять эти водяные будут, наверное. Ибо канализация все-таки. Навижу этих тварей. Здоровья бы пока что хватает, но... Чем больше-то, тем лучше. Очевидно же. На. Вроде больше ничего не видать. Я уж подумал, сейчас придется заманивать того хрена. Но, слава богу, это не так. Набережная. Блин, красиво, да. Ну, молодец. Молодцы вообще. Офигеть. Слов нет просто. Я как Эллочка-людоедочка. Бедный словарный запас не могу выразить. Всю глубину моего офигевания. Что они сделали с Сурсом. То есть, даже не с Сурсом. Как там движок первого халфа называется. Причем движок первой халфы, это модифицированный движок второй кваки. Тоже не так все просто. А квака это, если не соврать, 98-й год. То есть, на движке сколько уже? 14-летней давности они выдают вот такую картинку. Это же ну просто, блин, я не знаю. Есть чему поучиться у всяких именитых разработчиков, которые в синдикат скажем, вышедший в этом году суют графику как-то там ногу и торчат из сего. Все слепит к анимации дубовую. В целом, конечно, там все неплохо выглядит, но далеко не хорошо. Так, что-то мне не нравится и эти коридоры. Как бы мне не пришлось убегать по ним опять от этого бабайки. Так, ну тут подняться можно, я так понимаю. Да, это воистину так. Тогда давайте туда сходим сначала. Сохраниться бы не помешало, конечно. Хрен бы там, как говорится, ночевал. Ух ты! Офигенно. Слушай, он на полуавтомате, наверное. Да, он как в резиденте, короче, во втором. Прикольная тема. Слушай, так, а патроны у него он те же использует? Нет, не те же. Это у нас уже практически пистолет-пулемет. Хотя, конечно, и примитивный, но для наших целей пойдет. Ой! Еще бы я стрелять из него умел. Все, патрон почти просрался. Падай ты, мать! Я не знаю, как-то я не могу к этому глобу переноровиться, он какой-то... Блин. То есть... Вроде стреляешь туда, куда нужно, а потом сам уже смотришь, когда уже анимация выстрела прошла, думаешь, как я мог так криво выстрелить? И вроде бы, скажем, в том же БТО Фьюбе показываешь крайне неплохие результаты, но... Здесь косишь по-страшному. Это что-то вообще непонятное, короче говоря. Я думаю, вы меня простите. Ах, так. Не думайте, это не простая пауза, это я почесался. Так, а там у нас... Да, блин, хватит застревать. А, я застрял. Понятно. Я не могу тут прыгать. Ладно, пойдемте сюда, что ли, тогда. Это шкаф или дверь? Это дверь шкафа, скажем так. Не поддается. Блин, опять квартиры эти начинаются. Патрончики для БП. Блин, БП по-своему неплохо. Только для него патронов пока не хватает. Давайте с ним побегаем. Так, не поддается. Телевизор какой-то древний. Мне, похоже, перепрыгнуть надо будет. Или не нужно будет. Давайте попробуем. Блин, ненавижу прыжковые упражнения. А, вот я про это и говорю. Так, давайте еще раз. Да, блин. Да, да, братья, ну что ж ты делаешь-то? Давай-давай-давай. Не тупи. Не тупи. Сейчас запарюсь, похоже, с этой темой. Или нет? Так, патрон для винтовки. Винтовка на таких расстояниях, в принципе, вообще неэффективна. Ну, твою мать, а! Ох, короче, пока выключаем. Продолжаем, я перепрыгнул. Просто время экономлю ваше свое. Так, еще прыжок. Что он нам доста? Теперь можно будет еще выше. Да, блин, вашу мать. Ненавижу такие дела. И теперь мне сюда, да? Ох, не перевариваю. Сейчас опять я вот либо за эту зацеплюсь, либо за эту юг. Ой, 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 ой. Спокойно, братюнь. Сейчас мы идти испробуем наш пистолет-пулемет. Так, со здоровьем плоховато все. И это плоховато, что у нас со здоровьем плоховато. Сохраниться бы не помешало, потому что очень давно это уже было. Да не плачь, Саймон. Все у нас будет хорошо. Так, не поддается. В шкафу ничего нет. В окошко остается. Только в окошко. Я не убьюсь. Глав-герой, когда был изранен, он начинает шататься из страды в сторону, стонать. И прицеливаться медленнее, такое ощущение. Короче, полный бардак. Чем тебе хуже, тем тебе хуже. Как говорится. Ладно, куда-то мы переместились. По идее, надо бы сохраниться, но негде. Это печально. Здоровья мало. Это печально вдвойне. Хоть какую-нибудь аптечечку дайте, пожалуйста. Опять успокаивающая музыка. Это хорошо, только сейчас какой-нибудь хрен наверняка вылезет и убьет меня. Тихо, я вслушиваюсь. Так, тупик. Машинка. В Стокгольме все ездят либо на Ауди, либо на Больво, либо на Тойоте Ярис. О, сохранение. Отлично. Что-то у нас по времени-то. По идее, можно прекратить. Давайте еще побегаем минут пять. Посмотрим, что у нас. Да как. Я думаю, меня сейчас убьют. Поэтому музыка такая печальная. Это воля вообще, да? Хрен поймешь. Так похоже на Шкоду какую-то. Может, СААП? Непонятно. Автобус может. Автобус, как у нас в Уфе есть неудобно. Вот нахрен, вот лучше, по-моему, повыше сделать. Ну, чтобы вот эта хрень не торчала в салоне. Здесь вообще ни о чем за куток какой-то. Странно, автобус, короче говоря. Что-то я... Подожди, я его подобрал. Странно. Ладно. Саймон, успокойся. Сейчас мы найдем тебе какой-нибудь шприц. Что-нибудь себе вколешь. Вообще удивительно, да? Он находит шприцы с каким-то непонятным содержимым. Спускает это говно себе по венам. И у него улучшается здоровье. Хорошая логика. Так, ладно. Ну, вообще, знаете что, давайте-ка мы в следующей серии продолжим. Что-то пока что не очевидно все. Наверное, куда-нибудь туда нужно идти. Но в целом пока что все радует. Все очень круто. И даже несмотря на то, что там воздух висит, что ли? Нет. На проводах. Несмотря на то, что в определенный момент тут присутствуют всякие глупости. Типа вот этого поиска клада, который был в предыдущей серии. Но в остальном все равно. Эта игра настоящий скачок по сравнению, скажем, с Фрейдом Монстерс. И при этом сама по себе вообще просто отличная. По-моему, даже по качеству проделанной работы этот мод повыше даже, чем Этмархаус второй, который я уже сколько-то полгода назад играл. Не знаю, но может из-за того, что давно играл, мне так кажется. Ну, как бы там ни было, короче, качество этого мода просто очень высокое. И, в принципе, ладно, на этом все увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok